Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы мы вместе с вами продолжили экскурсию на Абакатскую теплоэлектростанцию Что мы узнали в прошлой серии? В прошлой серии мы узнали, что основным топливом Абакатской теплоэлектростанции является уголь И узнали, как же он попадает на Абакатскую теплоэлектростанцию ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы перейдемся в котельный цех Абакатской теплоэлектростанции туда, куда же у нас первым образом попадает тот уголь, который пришел на завод. Да, что ты там может ожидать в котельном цехе? Ты что думаешь? Там работает уйма месиканцев, которые подбрасывают лопатами уголь беспреливно, и мы должны им помочь. Ну, я думаю, мы попробуем, мы сейчас будем окунаться в котельный цех, и что там может понадобиться? Ну, если мы должны помочь, тогда наверняка понадобятся лопаты и тачка, чтобы подразделить уголь. О, кстати, лопата есть в гараже. Тогда сейчас мы направляемся в гараж, возьмем все необходимое и встретимся с вами на заводе. Подождите, ты не боишься ехать на абаканскую ТЭЦ? Я не знаю, что туда делать. Вон, вон, едет автобус. Дел, покажи пальцем. Так, останови его. Но мы должны сесть около окошка, в этот пиаз. О, там уже человек 80. Право на уголь. Запрыгиваем. Фак, он проехал. Пошли догонять автобус. Пробежали. Автобус, тупо, поехали. Двинь. Да он остановится там сейчас. Двинь. Он не остановился и уехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Цилипп. Кирилл. Очень приятно. Вы можете нас путать. Не имею зашли. Нам интересно, куда мы попали и как это все устроено. Мы попали в котельный цех. Новый котел у нас смонтирован три года назад. Производительность у него 500 тонн пара в час. Этот пар идет на турбину, соответственно, турбина вырабатывает электроэнергию. И идет также на подогрев теплосети. Греем воду горячую, просто батареи. А, что, медь, таких котлов мы еще не видели. Высота 46 метров котла. Верхний отметок. Ну и, соответственно, в час угля сжигается. В среднем где-то около 80 тонн в час угля сгорает. 80 тонн угля в час? Да. Это сколько вагонов? Это чтобы что отопить? Ну, это полтора вагона угля примерно. В час. За час сгорает. Вы Москву отапливаете? Почему? Город Абакан. Давайте попросим жителей города Абакана выключить отопление, чтобы вы могли, не знаю, пойти кофе попить. Но 8 тонн угля в час, это очень много. Мы вообще-то живем в 21 веке, нам, конечно, нужна горячая вода, и тепло. Мы же не в пещере живем. Мы хотим помочь. Где нам взять лопату, чтобы вместе поподкиривать угля? Здесь лопаты не надо. У нас вот есть питатель сырого угля. ПСУ. Да, питатель сырого угля. Длин, изучай, питатель сырого угля. ПСУ. Да. Вот он с бункера берет уголь. Ага. Бункер где-то 270 тонн углята. В одном бункере их 4. То есть мы вам помочь ничем не сможем с лопаткой? Лопатами в этом не справить. Вы хотели помочь. Сколько тонн угля нужно сжечь, чтобы отопить день, например, нашего района, Абакан и окрестностей? Ну, грубо говоря, состав надо будет сжигать, чтобы город Абакан в сутки обогреть. Состав состоит из каких вагонов? Средний 60 вагонов. Это в летний период или в зимний? В зимний период. 60 вагонов угля. Получается, если зимой в доме холодно, то мы просто можем понять, что забыли подкинуть туда. Ну, не факт, может у вас что-нибудь тепловые сети где-то задвижку может закрыть. А, ну, может быть. Это уголь с бункера поступает, питатель сырого угля, а дальше он там... Дальше он поступает в мельницу, вентилятор, где перемалывается в пыль, грубо говоря, в порох превращается. И он уже сжигается в виде пыли? Да, сжигается в поливидном виде. Мы идем посмотреть мельницу вентилятор. Где перемалывается уголь. Прием, прием, гугл, слушайте. Мы идем к мельнице вентилятора, чтобы посмотреть, где перемалывается уголь. И как он поступает в сам бункер сгорания. На выходе с котла получается пар перегреты. Температура 560 градусов и давление 140 килограмм. И это то, что получается... И этот пар идет на турбину. Мы находились на нулевую отметку. Здесь у нас расположена вот мельница вентилятора. И вот были на 18-й отметке. Там 4 питателя сырого угля. Подают уголь в мельницу, вентилятор. Их также 4 штуки. Все понятно. В принципе, да, понятно. Мы загрузили уголь. Он поступает в мельницу вентилятор по транспортерам. И уже подается... В полевидном виде уже подается топ. И оттуда тепло уже. Как бы оттуда образуется пар. И он нагревает воду. И она поступает к нам в дома. Тут же находятся на отметке бутевые вентиляторы и дымососы. Дымососы, соответственно, откачивают газа из топ. Бутевые вентиляторы воздух подают. Куда подают? В топку. Это электрофильтр. Как говорится, чтобы наш город был чистый, установлены электрофильтры. И улавливают частицы, которые выходят из топ. Если бы не было фильтра, было бы все серое, черное. Так, как в Черногорске. Да, что не скажет черногорский. Эх, Черногорск! Супер, что идет. Найдем мы вас. Золотаем дыры. И все. А здесь практически 99% улавливать. Это хорошо. Технологическая проверка. Французский фильтр стоит. Мы хотели сказать вам спасибо, что вы нам сделали экскурсию по этому цеху. И давайте обнимемся. Спасибо. Ладно, пожалуйста. Спасибо. Проходите в почту. Хорошо. Спасибо. Что за фигня? Какая у нас следующая станция? Ладно, мы прерываемся. Увидимся в автобусе. Мы сейчас сегодня гоним. Наконец-то мы догнали автобус. Мы идем в пункте. Да, мы догнали на аптеке, короче, на топушки. Уже мы все приехали. И посмотрим, что будет внутри. Амстрий, 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 амстрий. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Мы надеемся, что вам понравилась данная серия. Если у вас какие-то остались вопросы, пишите это все в комментариях. Ставьте лайки. Потому что нельзя, чтобы вы были в неведении. Напишите нам, мы все распишем. И мы непременно в конце подведем итог всех выпусков. И сделаем самым наипростейшим языком, как это все устроено. Короче. Так что, если вы не спорь что-то недопоняли, оставайтесь с нами. В конце все встанет на свете. Если это видео набирает, короче, 3000 просмотров, что удивительно для нашего канала. В ближайшую неделю ты поцелуешь одного из работников завода, Чоку. Давай, договорились. Договорились? Хорошо. И убежишь. Зачем убегать? Может. Он, вероятно, будет забакиваться на тебя. И что-нибудь захочет тебе сделать, похоже. Договорились. Ну, короче, спорим. Вы запринят. Вы запринят, давай. Ваше категорик. Приятная. Когдаarrêter.